Здарова, дорогие! Сегодня мы с тобой поговорим, стоит или не стоит ходить майнинг в начале 2022 года. Ты прекрасно знаешь, что это моя традиционная рубрика за 4 года, я в ней заснял огромнейшее количество видосов. Но на этот раз я хочу заснять совершенно по-другому. Почему? Объясню. Я хочу взять 10 разных областей майнинга. Как ты знаешь, майнинг это понятие обширное, да, и с этим невозможно не поспорить. Кто только на чем не майнит. Сегодня мы с тобой рассмотрим, я еще не знаю, какие это будут 10 вариантов, но это точно будут асики по биткоину, по лайткоину, по зекэшу. Соответственно, это будет майнинг на видеокартах по пруху в форку традиционной. Поговорим, какие там с ними есть проблемы, варианты решения этих проблем, да. Затронем с тобой постмайнинг, цифай майнинг, дефай майнинг. Хотя про цифай дефай так, конечно же, наверное, говорить нельзя. Ты готов? Погнали! Начнем с тобой с майнинга на видеокартах. В примерах будет эфир. Почему эфир? Потому что все остальные монеты, как бы они там не были выгоднее эфира, они не могут предложить 15 миллиардов суточного объема. Если взять их все вместе взятые, ну дай бог, чтобы там было 3 или 4 миллиарда. Более точно надо считать, поэтому не цепляйся ко мне, если там цифра чуть больше. Я только рад, чтобы она была больше. Значит, по кефиру у нас история какая. Я буду показывать все данные, подкрепленные моими личными данными, да, из моих кабинетов. Соответственно, у меня здесь 6 гигахешей мощность, да. Нужно смотреть вот сюда. Почему сюда? Потому что у меня вот есть один риг, здесь работают два майнера, соответственно. Он берет данные изермайнера, я тебе говорю, то отсюда, то отсюда. Видишь, кэши разные, и он путается. Он мне каждый раз выдает, соответственно, разную мощность. Давай сперва по профиту, потом все остальное. Обрати внимание, профит в последний момент времени, в короткий момент времени, немножечко подрос, да. Вот здесь часовой профит и так далее, но все равно он немножечко подрос. Связано это с тем, что часть ребят пошли майнить тонкоин, потому что он дает чуть-чуть больше профита, чем тот же кефир. В то же самое время часть ребят, например, я и еще по другим причинам, да, сейчас назову позже, остались на кефире, потому что ждут, что сложность упадет. И сложность действительно немножко из-за этого падает, где возвращается, получается вот этот самый профит. Ну и вторая причина здесь, конечно, то, чтобы пойти переключить целую гору ригов, а потом ездить по локациям и включать, такое себе удовольствие, даже если у тебя есть умный дом, а материнка, например, едет мозги. Что касаемо сложности в целом на кефире, сложность в целом очень выросла. То есть если смотреть на большой дистанции, это можно как увидеть, вот ты видишь, в среднем 0,09, если брать среднюю за вот эти числа 0,09, по кефиру идет выпуток. Но если брать объем, дистанцию, точнее длиннейше, то есть увеличить дистанцию и чуть подальше смотреть, то здесь можно обратить внимание, что профит у нас капитально просел. Но здесь есть момент, где я майнил на финансе какое-то время, практически полгода. Но все равно видно, что вот здесь, видишь, выплаты 44 часа, 0,05 кефира. За последний год у нас просадка минимум в два раза, а то и больше. С чем это связано? Связано, конечно же, с кардпорком Лондон. Почему с ним связано? Потому что раньше в блоках было по 30, по 100 кефиров, творилось конкретное безобразие. Сейчас кардпорт Лондон, соответственно, сделал, что он сделал то, что, ну, даже если моментами заходят за скоки, то есть по 20, по 30 кефиров, но это буквально длится несколько минут в блоках, да, и это очень редко, и в основном как бы от двух до трех кефиров, и то даже 2-2,5, да. Плюс возросшая общая сложность на кефире привела нас к тому, что подключилось огромнейшее количество людей, и мы потеряли все дружно в профите, как ты понимаешь, мысль. И укатать сложность не помогает даже просевшая от All-Time High кефира стоимость. То есть если он на All-Time High был в районе 5 тысяч, чуть меньше, да, то сейчас он где-то 3 500 с копейками у нас, кстати, в данный момент, пока я снимаю, идет серьезнейший дамп, вот. Не помогает снизить сложность, потому что, ну, чтобы это хоть как-то сказалось, цена должна пойти ниже полторы тысячи, наверное, не меньше, да, чтобы какие-то люди задумывались там отключаться, и при условии, что они не продают эти видеокарты. Здесь я вбил 9 сотых, обрати внимание, то есть в данный момент времени это 316 долларов профита, при этом все сопутствующие расходы у тебя остаются, имеется в виду розетка, у тебя будет минимум 10 киловатт расхода по розетке при такой мощности, ну, в зависимости, конечно, на чем ты майнишь, но, скорее всего, приблизительно вот так, если ты давно майнишь. У тебя целая гора расходов, то есть если ты там где-то у тебя сот помещений, значит, у тебя там аренда, плюс у тебя расходы по розетке, расходы по сигнализации, расходы по интернету. То есть, как ты видишь, профит просел в два раза, но при этом расходы никуда не делись, они все остались, и это важно понимать. И это привело нас в свою очередь к тому, что цены на видеокарты начинают проседать. Обрати внимание, вот тут вот видюха открыта, видишь, если еще в декабре у нас средняя стоимость на какую-то 3090, вот эту вот, которую я открыл, да, Eagle, ну, неважно какую, да, там была от 320 тысяч рублей в среднем, то сейчас даже на новинке в районе 270 тысяч рублей в среднем. Плюс это магазинная цена. Если мы с тобой возьмем какой-нибудь Авито, то здесь еще дешевле, да. А если мы с тобой возьмем какой-нибудь наших, например, канал купли-продажи Майни Гарант, да, то здесь цены еще дешевле. Мы сейчас с собой смотрим чисто на предмет одной видеокарты, ты понял. Не берем все разные, а просадка идет по всем. Кстати, если тебе надо купли-продажи блушного и нового оборудования, вот по этой ссылочке можешь зайти. Кроме того, на цену видеокарт, конечно же, влияет наступающий пост. Это одна из самых главных причин, почему люди не хотят ждать такой окупаемости. Окупаемость – это тоже отдельная причина. То есть если раньше у нас окупаемость списалась там 8 месяцев приблизительно, да, и за счет вот этих всех лондонов, пока они не уступили, они несколько раз успели произойти, как бы это срано не звучало, да, то сейчас у нас более серьезная угроза в Майниге на видеокартах. Это переходящий, точнее, слияние этаж 1 с этаж 2, который превращается в пост, где уже 280 тысяч валидаторов каждый день пишут Виталику, мол, я вложил бабки, а когда же я по посту буду зарабатывать деньги? Понимаешь мысль? И вот это вот событие тоже внушает страх майнеров, которые планируют скидывать свои видеокарты. За счет чего у нас появился вот этот вот внушительный рынок вторички, которого раньше не было, да, если вот его смотреть, брать, и в телеграм-канале, и на авито, да, который в свою очередь двигает цены на новые видеокарты, потому что, ну, продавцы в магазинах же видят, что почему-то видеокарты перестали продаваться. Почему они перестали продаваться? Потому что бушные видюхи продаются на порядок дешевле, при этом те же 3080, 3070, да, они там разблокированные, да, и по адекватному ценнику. Вот, собственно, поэтому. То есть один рынок тянет вниз другой рынок. И как бы нет особого желания у майнеров сейчас покупать, понимая все эти вещи. Плюс при том здесь еще у нас такая канитель происходит, братан, как на самом верху идут разговоры о том, чтобы запретить вообще какие-либо действия с криптовалютой. Вроде нам сперва издали закон, что вот, ребят, пожалуйста, вам закон, там занимайтесь своей деятельностью, да. А по факту получается, что наши банки очень недовольны всеми этими криптовалютами, жалуются Центробанк. Центробанк под разными предлогами, я не знаю, какие там предлоги, терроризм, экстремизм, да, путают наших чиновников на предмет того, что, блин, вот криптовалюты, они опасны, и все, понимаешь, там за них наркотики продают, еще чего-то и так далее, как будто за обычные деньги не продают, да. Также по спербанку онлайн можно купить при желании. Но мысль-то на самом деле в чем? Ты же прекрасно понимаешь. Мысль в том, что люди не хотят вкладывать свои российские билеты Банка России, да, или там украинские билеты Украинской Украины, да, и так далее. Не хотят они брать эти билеты и вкладывать в эти билеты под 6% годовых, или под 5% годовых в зависимости от банка. Почему? Потому что, ну, им проще там зайти на Binance, в Launchpad, там, я не знаю, в Hobby, в Prime List, и так далее, да, там, и вложить свои же 100 долларов, и с этих 100 долларов, там, я не знаю, за, грубо говоря, там, неделю сделать несколько яйцов, вот так назовем, понимаешь. Вследствие вот этих всех причин накапливает страх, появляются дешевые видюхи, сложность растет и так далее. Вот все, что я тебе перечислил, приводит к тому, что у нас появляются видюхи, и как бы нету особого желания в данный момент времени дальше майнить на видюхах, потому что непонятно, что майнить, так как если кефир сейчас уйдет, да, и если открыть CoinMarketCap, то здесь из того, что майнится на видеокартах, видишь, во второй строчке это эфир, а дальше, как бы, что смотреть именно на видюху, чтобы майнилось. Надо еще посмотреть, чтобы найти, понимаешь, как бы надо как следует посмотреть, ты видишь. Ну, ладно, не будем туда смотреть, может быть, я промотал на самом деле, но это Ethereum Classic, это Ergo, это трон, который раздается там условно последний год, и непонятно, что дальше нету. То есть срочно нужна майнерам какая-то суперперспективная монета, у которой будут сумасшедшие объемы по торгам, как у кефира, да, но пока непонятно, какая монета это будет. То есть если это в 2010 году, это был биткоин, там 14-15, практически 16-й год, это был лайткоин, который потом так же, как и биткоин, ушел на асики, то, грубо говоря, с 16-й, там по 20-й год, с 17-го по 20-й год, по 22-й уже год, что я говорю, это эфир, понимаешь? А когда кефир уйдет, пока непонятно, что, в принципе, ну, вот как есть, все пойдем как бы растерзать оставшиеся монеты, и многие в связи с этим хотят выйти. Теперь, что касаемо майнинга на асиках по добыче биткоина, тут я, скорее всего, точно буду заходить. То есть если я на ведюхах думаю, а, может, мне там продать, или, может, мне там оставить, или, может быть, мне зашортить и оставить, да, или мне продать и купить асиков, да, то здесь однозначно я не думаю, здесь я, скорее всего, буду заходить. Единственное, что я ищу удачный момент входа. Объясню тебе. То есть смотри, у нас сейчас биткоин, вот 43-500, он просел. Это благоприятно, всегда просадка биткоин сказывается на стоимости асиков. Асиков, то есть она уже просела как следует. То есть S19, которые стоили там за лям 100, сейчас уже в районе там 800-900 надо поискать, но даже и по 700 варианты проскакивают. Почему так происходит? Все очень просто. Смотри, берем какую-то модель асика, открываем наш любимый вот ту майн. Здесь вбиваем 70 ракэш, параметры S17, расходы по розетке 3200, соответственно, розетка 8 центов. Здесь мы видим, что доход 16 долларов, из них 6 долларов. Расход на розетку 10 долларов чистый. То есть при таком наборе цена будет держаться. Но если у нас стоимость на биткоин упадет 43, например, предположим, до 21,5, ну сейчас поймешь, почему именно пополам. Пополам, потому что здесь будет доход 8 долларов, а расход на розетку останется 6, понимаешь? И у новичков плюс, грубо говоря, продавцов оборудования продажи тогда встанут, потому что профит останется вот тут полтора доллара всего, понимаешь? И это будет идеальная точка входа с идеальной точкой падения сложности. Почему так? Потому что здесь учтена розетка 8 центов. А если мы берем Европу, если мы берем Америку, то есть страны, где розетка не 8 центов, а 18. Они вынуждены, соответственно, выключаться. А когда они будут выключаться, они вынуждены будут продавать, чтобы оборудование не простаивало, потому что у биткоина идет постоянно конкооборудование. И из-за этой гонки оборудование, скажем, С9, которые раньше были суперактуальны, если мы берем 17-18 год и стоили по 400 тысяч рублей, да? Сейчас практически не актуальны даже при такой стоимости битка. Если у тебя розетка 5-6 рублей, да? А если биток сделают в два раза вниз по цене, то еще будут и минус давать, понимаешь? То есть здесь гонка вооружений постоянно идет. То есть неважно, там С9 или С17, или потом С19, или С21, или М30 и так далее, и так далее, и так далее. Но что мне нравится в биткоине, в отличие от кефира, самое главное, да, это стабильность. Понимаешь? Здесь не будет такого, как на кефире, что вот помайнили там, как на видеокартах кефир. Искали, ну все, пацаны, давайте, до свидания. Мы там ушли на пост. Вот так, понимаешь? Здесь такого не будет. Здесь постоянно будут майниться, даже если будут халвинги, все равно помимо этих халвингов будут комиссии в блоках, и майнеры будут зарабатывать. Это вот одна из локаций на битковине. Здесь мы с товарищем работаем 50 на 50 в доле, сменяясь с него розетка. Ну и как бы получается в среднем профит, если все оборудование работает, там, правда, старая С9, они никогда не работают, да? Но в среднем получается в данный момент времени, с учетом сложности, это 12 тысячных биткоинов. 12 тысячных биткоинов по курсу дают приблизительно 52 доллара. Вот. Ну и у меня, если понял, 30 киловатт розетки, которые я, в принципе, готов забить, там, скажем, 10 асиками типа S17. Но не по 240 тысяч за штуку, потому что я думаю, что если у нас тренд на понижение продолжится, то я их откуплю, может быть, по 100 или по 120. Не сейчас я готов ждать, я не тороплюсь. Но в любом случае, пока что из основных профитов по майнингу, да, по классическому, по пофорку, это биткоин. Биткоин и лайткоин, о котором мы с тобой поговорим чуть позже. Стоит ли заходить в майнингчер? Ну, финансовых советов я тебе давать не буду, но я захожу в майнингчер, мне нравится. И больше того, я откупаю ее на серьезных просадках, то есть лесенькой вниз. Почему я это делаю? Сейчас я тебе постараюсь объяснить. Вначале покажу, что здесь по рынкам огромнейшее количество хороших бирж. Здесь и Vokex есть, и Poinx есть, и ObiGlobal есть, и Pupoin есть. Там из топовых, наверное, не хватает только Binance. Но в данном случае Binance, скорее всего, теряет клиентов в прямом смысле слова. Вот такой вот у нас сейчас происходит диапазон цен. Кстати, вот видишь, просела, значит, я, наверное, откупил. У меня должен был сработать на Okix. Почему на Okix, а не на Binance? Потому что в прямом смысле Binance теряет клиентов. Вот это видно вот здесь. В истории ордеров у меня сработал ордер. Видишь, на покупку по 91 доллару в стоп. То есть вот так в подробности, если зайти, это выглядело, да. Цена дошла до 91.52. И стоп-ордер сработал от 91.52 до 91.54 на покупку в количестве одного чеха. Вот такая вот комиссия. Почему Binance теряют? Потому что, ты видишь, там этой монеты нет. Мне приходится идти на Okix и на Okix эту монетку покупать. То есть суммарно на майне на плюс куплено. В районе 16 монет, это не считая пула. Почему мне, собственно, нравится ходить в майнинг Чиа? Братан, тут все просто. Смотри, вот я сейчас перехожу на пул Чиа. Здесь у меня два аккаунта. Здесь ты видишь доход по Чиа ОГ. Это старые платы. Сейчас тебе скажу, сколько там. Здесь 95 типов. И Чиа ПП, это новые платы. Их получается у меня 57 терабайт. Он слева просто компьютер, я смотрю. И получается такая история, что по расходу на розетку никакого. Сколько там хардов у меня? 12, 13, 14, я не помню штук. Суммарно там потребление меньше 200 ватт. И фермы или асики легко отбивают это потребление. По сути, потребления нет никакого. Плюс с рыночными нынешними ценами на харды, вот если брать 14 терабайтные, средняя цена терабайта на 14 терабайтные полторы тысячи рублей. А если брать 18 терабайтные, то средняя цена тоже где-то так полторы тысячи рублей. Получается заходить довольно-таки недорого. То есть за эти деньги в данный момент времени, на момент съемки этого ролика, даже не купить не то, что там видюху, даже пол видюхи не купить, вот скажем так, наверное. Поэтому это я размышляю с точки зрения майнинга на перспективу. Почему я думаю, что перспективы будут? Потому что, обрати внимание, вот сюда. Это GitHub Chia. Здесь можно посмотреть, как идут обновления. Смотри, обновление было час назад. Обновили что-то там час назад, два часа назад, пять часов назад, шесть часов назад, восемнадцать часов назад, вчера два дня назад. То есть команда постоянно работает, команда постоянно обновляет. И если смотреть по пулам, то огромнейшее количество криптонов, именно с майнерским уклоном, делают пулы под эту монету и майнит эту монету. Кроме того, люди ждут в ближайшей перспективе. Не знаю, насколько быстро. Это лучше подписаться в Твиттере на Брайана Кохана. Это один из главных разработчиков этой монеты. Ждут DeFi, ждут там уже показаны какие-то предварительные всякие свапалки и так далее. Это там все должно быть. И в принципе, эту монету я готов держать на перспективу сколько угодно времени. Больше того, я даже хочу, просто руки не доходят, взять все эти свои монетки, создать отдельный чей-кошелек, записать, сколько там, не помню, 12, 18 или 24 слова, обновить, послать туда эти монетки и просто, грубо говоря, ты понял, удалить нафиг этот кошелек, отформатировать жесткий диск, записав в эти слова. И потом, когда настанет наше время, а я ниже 1000 баксов ее не готов продавать, вот тогда, грубо говоря, и активировать этот кошелек по второму разу при помощи этих слов. Я, по крайней мере, так думаю. У каждого из нас, криптонов, есть свое мнение. И я с тобой делюсь своим мнением. Как я думаю. При этом, если слабо, руки готовы продавать, эту монету, то я готов ее откупать на разных уровнях. То есть я купил по 90, будет по 80, куплю. Если она будет по 50, то я уже откуплю здесь не одну монету, понимаешь, а откуплю здесь. Откуплю здесь две монеты за 100 долларов. Если она будет по 25, я откуплю 4 монеты. Если она будет по 10 долларов, блин, ну я откуплю 100 монет сразу. Вот так, понимаешь мысль? Почему нет? Каждый из нас верит в те монеты, в которые ему нравится верить. я верю в эту монету так что почти я буду заходить ты братан решай сам но с чьи еще есть такая вещь что как бы либо заходить мы тут с армянами что посчитали что вся моя ферма это 150 тибов да она майнит получается месяц с пунктом я не помню точную цифру по моему за 50 дней вот она майнит 1 ч а один hard вот смотри один как часто это мы с тобой смотрели 30 тысяч рублей это 4 ч поэтому здесь стоит так вопрос чтобы блин вот купить 4 чили купить 1 х ты как думаешь напиши пожалуйста мнение я все равно буду и там и там чуть заходить потому что я хочу на хардак собрать еще одну ферму потому что маленькое потребление до собрать там еще пять или шесть или восемь дисков влезет в мою вот в эту ферму дозабить ее до конца скорее всего 14 терабайт никами и собрать какую-то другую ферму я не знаю может быть это будет файл coin может быть это будет питер энд посоветами напиши тоже пожалуйста мы продолжаем только сами мы заходите в маленький лайт я думаю что я буду однозначно заходить но на определенно удачных курсов за железо почему потому что ну блин ты видишь да сколько железа стоит l3 плюс по 90 тысяч рублей это безумие с той точки зрения что они майнит пять лет в базар нет этом мировая машинка она может еще пять лет промоин но по 10-20 тысяч рублей я готов дождать сколько надо когда не столько будут стоить чтобы зайти в маленькой лайткоина почему потому что здесь майнится еще до гикоин вот но опять же зайти с кем-то в долю по розетке ну например с тобой да там к тебе их отправить чтобы они стояли у тебя майнили с тебя розетка с мячки но не по 90 тысяч рублей на свою розетку я готов что-то поставить что-то типа давай прикинем вот из новинок у нас там битман l7 но здесь другие проблемы дан там лишь 9.5 гига хэш он майнит получается практически как сколько там 20 штук 19 штук л 3 у нее другая проблема здесь надо ждать наверное год да не факт что тебе повезет и стоимость квартиры надо будет подать поэтому здесь надо будет ждать момент чтобы такие машинки заходить сейчас с учетом моего уровня майнинга это нереально такие бабки отдавать и я не настолько скажем вообще отмороженный наглых хотя таких ребят знают да ну то есть минимум в идеале как был седьмые да но а минимум хотя какие то что-то типа голос шелл 5 да ну вот лт 5 да там 2 гигахэша за 2 киловатта на свою розетку такой готов но опять же вопрос цены и если будет хорошая просадка может быть зайду скорее всего зайду но опять же вопрос цены и первую очередь почему эти айске мне интересно потому что здесь действительно децентрализация lightpoint не менял свой алгоритм хотя были слухи что он хочет поменять но по-прежнему он продолжает вести линейку алгоритмов скрипт и помимо того что ты майнишь lightpoint и еще получаешь соответственно догику на цифрах это выглядит как на цифрах это выглядит следующим образом то есть вот мощность у нас есть три гигахэша да это получается 6 айсиков по 506 усталых айсиков третий по 500 соответственно имеем пять сотых лайткоин а что на цифрах тебе дает лишь лайткоин тоже капитально просела что на цифру тебе дает приблизительно 6 долларов 75 центов плюс к этому дополнительно у тебя майнится догикойны в среднем где-то стоит 100 догикойнов на этой мощности ты получаешь и имеешь если брать тоже просевшую ногу еще больше снимают ролик тем больше цены падают обалдеть может нужно дойти все продавать на 1 данный момент времени это еще 15 практически 16 долларов еще недавно это было 17 но как бы все падает поэтому с этой точки зрения хочу заходить но тут надо ждать момента когда получится поймать железо по вкусной цене вот может быть для этого надо обратно вернуться в торговлю поработать немножко гарантом чтобы видеть разные варианты у кого чего есть и под шум волны что-то себе купить вот как так продолжаем теперь что касаемо входа в майнинг под зикэш да и кликэш алгоритм с одной стороны я уже пытался вать я свое время взял за 9 мини они у меня пролежали полгода я их так и не включил и почем я купил по моему я их примерно так и продал то же самое время хочется войти потому что есть определенные модели асик например ты за 15 дает там 24 доллара грязными даже с учетом того что все падают данный момент времени z11 компьютер глючит не нажимается дает там районе 7 с лишним долларов да с учетом падения при этом z15 свет с огнем не сыщешь чтобы купить до z11 вроде какие-то варианты я нашел по более-менее адекватному ценнику но опять все падает так что насчет ценника здесь вопросы может быть надо подождать еще немного ну и а 9 тоже вроде плюс-плюс а ты на силикон неплохой вариант получается по профит но это с одной стороны с другой стороны сообщество кричит что там не все так децентрализовано как с виду кажется потому что вроде как они собираются тоже на поз эта информация не проверена поэтому если ты в курсе напиши прямо сейчас возьми в комментариях что там музыка что происходит стоит не стоит заходить и на какие модели может быть стоит смотреть какой у них там дефицит и так далее я пока думаю но скажу тебе так если будет какой-то вкусный вариант что-то типа z11 до или z15 я наверно сорвусь куплю потому что ну как бы если ты покупаешь там один-два оси когда его в любой момент можно в принципе продать да если ты узнал что как вот вот сейчас будет на скоро пост поэтому в теории можно но качестве диверсификации от общего объема по майну вот так вот чтобы в разные войти скажем варианта я поговорим про шестой тип это пост майнинг ходить него или не входить знаешь скажу так входить но с мозгами здесь надо как бы шевелить мозгами как следует в определенные монеты можно в определенные монеты наверное нельзя потому что есть такие монеты называют шиткой на которой друг горячета стоит вот запускают делают минимальный хайп и сбрасываю цену в прямом смысле до нуля поймешь вот чтобы ты понимал в посте наверное 95 процентов таких монет если даже не больше но есть хорошие монеты смотри вот опять же сразу скажу бывает обычный пост где ты за то что ты держишь монетку получаешь соответственно вознаграждение в этой монетки да но с разными условиями там гибридности до бесконечности понимаешь вот у нас эфир тоже идет на пост кстати там свои приколюки из того что я вот вкладывал из последнего роликах это вот вот про салану да вот здесь вот есть здесь основные проблемы после какие-то все таки они присутствуют какой бы это ни было стабильный coin то есть салана дашь эфир в перспективе до проблема одни и те же ты можешь грубо говоря купить по 192 доллара ту же салану да у нас пошел мини дамплан уже по 150 долларов ты уже что-то там салане из открыт кошелек вот здесь вот сейчас он прогрузится вот он салана и я вложил в том ролике ровно две монетки то есть у меня на стекла суммарно 20 15 если вот сюда нажать то тут видно мой баланс 20 15 с одной стороны с двух монеток и я там при ну за счет того что делегировал валидатору свои эти две монеты у меня намайнилось 015 но в долларом эквиваленте это пиздец в каком смысле пиздец объясняю то есть две монеты это было по 190 долларов простые цифры 380 долларов а по 150 долларов вот как сейчас салана стоит до 2 0 15 это 300 я даже не знаю сколько 301 302 ты мне скажи да и вот пост это преследует поэтому заходя в пост тут важно понимать что вот если ты изучил как следует монеты если ты веришь да что она нормальный то как бы это диверсифицируешься да то как бы можно заходить но опять-таки важно понимать что 95 процентов после это монеты которые не имеют перспектив в принципе я не жалею что уложил салану потому что у нее есть не плохой свой депай но другой вопрос будут ли инвесторы дальше и поддерживать это самый главный вопрос вообще во всех монетах и как бы ну две монеты есть я сделал контент на эту тему поэтому как бы но мне все равно пускай не дальше стейкаются либо они ебнутся ниже плинтуса либо они там когда-нибудь выросла через пять лет как было роли не играет вот это один из видов поса теперь давай рассмотрим гибридный пост стоит ли заходить гибридный пост какие бывают гибридные пост на самом деле я видал самые разные но давай вот про наш любимый после этаж 2 0 мы с тобой снимали ролик да в этом ролике мысль примерно такая что в определенный момент времени произойдет слияние и после этого слияния майнеры по пруфу ворку перестанут добывать соответственно кефир и дальше будут уже добывать конечном итоге майнеры по пруфу в стейк да но они сейчас просто вкладывают и при этом не зарабатывают но при помощи гибридного поса то есть этим занимается тот же финанс да вот я вот ролик тоже снимал на эту тему этим занимается хобби и другие тоже проект этим занимаются они что сделали они мне все коротко в двух словах чтобы ты не шел не смотрел этот видос хотя посмотреть чтобы как говорится понимание было хорошим по этому опросу вот они соответственно сделали в своих сетях да но не обязательно свои сетях то есть они сделали свои токены которые называются если это байнс например б этаж который ты когда полностью кефир перейдет на пост может поменять один к одному на кефир да ну так по крайней мере больница обещать вот ну и так что его может торговать на том же байнс покупать продавать и ты берешь это б этаж стыкаешь его соответственно то есть в этом ролике мы с тобой получается застыкали вот открепили кефир по 3000 долларов в тот момент времени и где-то вот тут мы застыкали 1.07 кефира и соответственно спустя сколько здесь на 23 сентября 21 года октябрь ноябрь декабрь январь спустя практически 4 месяца ну то есть как бы эти обещал не продавать этот кефир вот он как бы лежит и оси до гибридном на бирже байна за и он здесь добывается как он добывается вот так вот по числу смотри по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть каждый день вот они да ты ставь на паузу смотри каждый день сколько-то прилипает суммарно за четыре месяца там прилипло 0 0 1 там или чуть меньше короче что-то вот такого плана ну короче прилипло проблем здесь все те же самые то есть курс кефира может просесть вот я тебе пример пока не могу привести потому что мы здесь покупали по 3 а сейчас кефир вроде был по три с половиной на кстати посмотреть почему кефир 3 482 давно то есть в теории может пойти соответственно и ниже и будет такая же проблема как на салат получать за счет гибридного после я ее форму эту монету можно так сказать да и получает что у меня нету 32 эфиров которые необходимы вот здесь но то же самое время я принимаю участие в космайнинге уже за счет этого гибридного майнинга да и не имею ноды до под кефир соответственно за счет того что байна создает и другие участники рынка до крипто рынка вот такие вот ноды из разных участников да мы можем соответственно зарабатывать вот эти вот монетки что тоже по самому по себе неплохо если ты диверсифицируешься и предпочитаю держать свой крипто портфель в разных крипто активов хотя если бы не ты и вот честно тебе скажу я бы давно продал там по 5 тысяч долларов я бы не держал понимаешь вот только ради тебя держу но в то же самое время вполне возможно что если цена на кефир дойдет вам скажем я не знаю до 1000 долларов то может быть будет неплохой вариант и зайти понимаешь чтобы переждать какой-то момент времени то есть тут и вот уже начинаешь по-другому мыслить если там кефир стал например 500 долларов думаешь ага ну сейчас я его куплю там например 20 штук да и пускаю там например два года вот так стоит лица условно пока не настанет его время следующий вид криптовалютных инвестиций это уже нельзя назвать полноценным майнингом но тем не менее да это байна целом и шпад мы с тобой снимали о чем тут речь коротко то есть если ты хочешь посмотреть подробно можешь посмотреть вот этот ролик на канале если по байна словам шпаду если по хобби то вот этот ролик надо посмотреть по другим биржам я еще сделаю как бы на меня там некоторые ребята не ругались но мне эта тема интересна потому что я отношусь к этому тоже как майнинг если коротко то бирже централизованные привлекают себе внимание чтобы ты торговал именно у них за счет чего за счет того что они делают юные раздачи монет которые на по ихнему мнению перспективны да с их не точки зрения в кавычках то есть вот смотри байна за допустим юные раздачи монет voxys порта латсо там в это финансы и другие монеты они давали возможность за счет холды их не монеты бенби а если ты холдишь и участвуешь и если не забываешь нажать кнопку забрать бабло в определенный момент времени я очень часто забываю блин последний раз пацаны напомнили перед этим четыре раза забыл прикинь то ты можешь купить этой монеты по вот такой вот деньги да вот бенби или вот этой монеты вот по таким деньгам бенби в оконцовке ты просто берешь как только начинается спотовая торговля эту монету грубо говоря и как повезет уже там от 5 до 30 иксов да вот мой новостной телеграм если зайдешь там вот вобьешь кодовые слова либо launchpad поиск либо прайм-лист то там ты увидишь за что я вот так вот продавал и не только я все ребята как бы так зарабатывают в перспективах еще пару бирж будет заснять наверное три и чтобы полная коллекция была на эту тему я считаю что заходить сюда можно здесь проблемы такие же как и способ майнингом то есть грубо говоря кто-то заходил в тот же бенби ну кто когда есть игра открыт например ну давай пускай будет дневной да если вот человек вот здесь зашел например я бенби где-то вот тут заходил тут даку тут докупал тут продавал тут опять откупал да как бы тогда нормально но если человек вот здесь зашел понимаешь ему как бы тяжело но опять же если он к этому относится как вот конвестиции и вот последние деньги если он относится к этому как вот некой такой игре да на том же самом больницы да и как к инвестиции с точки зрения которые ему время от времени будут в этих там лаунч падах лаучку лах и так далее да все это в одно объединим давать какую-то денежку зарабатывать совершенно другое и вот я именно вот так к этому отношусь чтобы у меня там заходе на какая-то сумма бенби за полгина какая-то сумма у меня обе токи иногда и я как бы не парюсь сколько он стоит там если он стоит 10 11 долларов ну как бы хорошо но если он стоит там 5 долларов вначале еще откуплю понимаешь и на следующем правильности заработаю больше но так относиться может не каждый потому что все мы люди разные и у всех у нас возможности разные да и если подытожить мысль то наверное так как бы можно но на хороших просадках если умеешь понимать рынок ну а как бы хорошая просадка где ты думаешь по 8 а там еще вот так постучали а там уже по 5 понимаешь а там еще по 2 кто-то охуеет а кто-то скажет прекрасная возможность поэтому ну вот ты должен понимать что вот такие варианты есть вот те хобби если ты хочешь это изучить вот тебе соответственно байнас лаунч пад пожалуйста ролики смотри и еще ролика 3 со временем появится при этом я ты и я соблюдаю правило до 25 процентов даже больше у меня пруф-уфорка чем блин всего остального последнее время продолжаем что касаемо майнинга в дефа и входить или не входить ты знаешь ходить можно но только пиздец как изучив продукт это это не гарантирует что тебя там не наебут вот так ну вот как есть я тебе говорю то есть из последнего я писал эту историю хочешь подробно посчитать я зашел свайп тут просидел полгода и меня как следует наебали то есть я написал это и в новостной написал ребятам из банана но как бы ты видишь вот ребята торгуются из xp свайп без базара им как бы все пофигу в двух словах расскажу как наебали красиво короче по итогу что сделали то есть отреагировали с виду никто не отреагировал смарт-контракт убрали там был смарт-контракт дай бог памяти на чем он был да и здесь и сейчас здесь вот да и здесь и нету при этом просто как бы спрятали контракт никому бабки не вернули но контракт как бы остался то есть если зайти многие люди до сих пор даже в нем сидят и получают вместо свайпов а мысль была какая ты должен заложить да и здесь и и в вознаграждении получаешь свайп вроде все нормально все там работали какое-то время но последнее время смотри сколько времени люди просто получали вот такую ситуацию обрати внимание лп токены вместо свайпом то есть если нажать смотреть все то в определенный момент времени в определенный момент времени если прокрутить там пару страничек назад да вот где-то вот тут видишь там примерно 53 дня назад еще последний человек получил свои свайпы дальше люди просто получают лп токены ничего не зарабатывать некоторые сидят до сих пор не понимают чем дело а дело в том что на смарт-контракте закончились деньги вот они смотри если вот сюда нажать то тут видно что токенов свайпов нету и сюда просто не кладут просто ну вот это грандиозная наебка века после которой мне просто не хочется вообще что-то вкладывать в дефай то есть его там может и проудировали 10 раз я не знаю там сертик или кто-то еще но как бы нету никаких гарантий что там определенные моменты монетка который фармится не закончится понимаешь это вообще вот после этого даже вот не стоит туда что-то вкладывать с учетом даже того что есть опыт понимаешь мысль ну и что думаешь объявили вот этим мудакам и в каналы написали в новостные написали и банус сотрудникам сказали нихрена как бы пофиг увидишь вот они висят вот они торгуются почему они там торгуются хотя всех кладчиков ты посмотри сколько вкладчиков посмотри вот люди получают лп токенов вместо свои свайпов посмотри сколько их огромнейшее количество да и все вот эти вот вкладчики получается и всех наебали а почему как бы бананы другие биржи молчат непонятно ну абсолютно непонятно да если знаешь почему напиши причем понимаешь это вот один из видов наебаловки да наебаловка может быть совершенно другая ты заходишь с виду все нормально через пять минут токен стоит ноль понимаешь а ты там денег положил чтобы купить его на бирже где-то условно поэтому очень внимательно изучив команду что эта команда до этого сделала изучив там подробно телеграм там посоветовавшись с какими-то людьми и то не факт что тебя не наебут вот это важно понимать но дефа использовать можно дефа использовать нужно там для других целей месяцу какая-то там торговля да какие-то свапалки и так далее это все актуально что касаемо вот всех вот этих вот токенов да были бы здесь заработки за 21 год но чет мне это вот знаешь не в тему я буду заходить двадцать втором году но как-то точечно да вот в супер топовые проекты а так ну его нахрен лучше я в цифре вложу куда нибудь на банан на хобби в окикс там или куда нибудь еще понимаешь где кто-то что-то будет отвечать потому что ну ну вот такая вот хуйня понимаешь она один раз расстраивает когда это уже три-четыре раза вроде печать с опытом она уже все дальше не стоит на это вот так давай тоже с бургера сейчас выведу потому что хрен его знает все падает что там дальше ждать соответственно жму сборку урожая наверно можно одним действием я двумя действиями нажму вот себя убрал сборку урожая здесь что-то забирали индекс токен счет вам делал я не помню но получилось что на майнилась видишь вот эти две монеты usdt и их с бургером а на балансе лежала у меня 1250 короче не помню что там лежала собираем вот эту канитель подтвердить все урожай забираю на майнили 120 из даты 57 из бургер но здесь надо быть очень аккуратным я тебе говорю с этими штуками вот они эти usdt ну и смарт-контракт по икс бурге а бургер у меня добавлен тоже отсюда тоже на хрен уважаем не хочу вообще сейчас знаешь нападение что-то не так пойдет где-то чет какую-то дырку найдут и потом хрен кому чё вернуть вот такая канитель получается или слп токенами оставит понимаешь качестве вознаграждения как было на этом свайпе грёбаным и вывожу тоже и в других местах тоже буду выводить где я не уверен где-то какие-то топовые решения может быть там буду сидеть тоже вывожу свои монетки из того что я помнил приблизительно процентов 80 я уже вывел и процентов 20 а вот как сейчас выборочно вспоминаю тоже вывожу не хочу как бы ты можешь пробовать но очень аккуратно я тебя прошу ага вот они индекс приехали но опять же здесь тебя может преследовать проблему когда ты грубо говоря чтобы войти в какой-то дефо и там до пола ликвидности или фарминг да ты можешь вложить и купить монету там скажем по 5 долларов а когда ты захочешь вытащить уже эту монету будет стоить там например доллар два три или четыре но справедливости ради бывает и наоборот вот так блин обалдеть писаешь здесь с утра целый кино засняли вот это мы с тобой засиделись на всю ночь еще монтировать надо те выложить тайм-код наложить охренеть просто последний давай заканчиваю отпускайте по 70 вид заработка которая считаю актуальны это холд крипты он есть на разных биржах я на разных биржах в нем состою то есть на хобби и на окиксе и на байнерсе он бывает двух типов бывает фиксированный да где ты имеешь хороший процент тебе даю да бывает плавающего мне подходит больше плавающий почему плавающий потому что допустим бен бишка лежит и мне надо ее в лаунч под закинуть да здесь процент на порядок меньше 035 я сейчас себя уберу что-то видел вот 035 но как бы то же самое время я могу спокойно душой перекинуть ее в лаунч подо мне это удобно ну и так по другим биржам значит если коротко здесь все просто заходишь просто вот верн верни нажимаешь там байнер и все и здесь вот разбираешься как это все работает буквально вот нажать одну кнопку на там начать стейкинг или подписаться да мой поводок снимали собой об этом гитролик тоже на канале сейчас ли не искать прикольно я постоянно использую но риски какие вспоминай крипто пи сосками лаз биржу да со всеми бабками что там у людей были потому что кошелек дядин понимаешь мысль любое централизованная биржа это дядин кошелек вспоминая mtbox да то же самое произошло еще кучу бирж которые сосками лиз по итогу поэтому в принципе можно в принципе нужно но с максимальной диверсификации то есть есть у тебя предположим 10 тысяч долларов в идеале как бы разбить на там 20 топовых бирж вот так по 500 ну как бы если ты ленивый но хотя бы на 4 понимаешь хотя бы на 4 при этом у тебя и вот эти вот все плюшки с лаунч падами с лаунч пулами ты можешь туда сюда гонять и на этом тоже получает своеобразно майнить майнить неправильное слово ты понял но грубо говоря зарабатывать крипту на и просто обалдеть на 170 тысяч куда откуда настолько я не понимаю где все эти люди кто все эти люди напиши в комментариях пожалуйста почему подписываешься я не знаю когда все падает да вроде уже должны отписываться когда падает наоборот подписываются хочу сказать тебе спасибо огромнейшее хочу сказать что вот такой красавчик дай бог тебе здоровья понимание с близкими и чтобы все как запланировал в этой жизни чтобы у тебя все так и шло я тебя прошу давай кодовое слово приехали да я пойму что ты досмотрел до этого момента и все имеет смысл снимать такие длинные видосы вот хотя я сторонник снимать от пяти до десяти минут на последнее время что-то получает с тобой забалкиваемся а у меня на сегодня все подписаться обязательно instagram телеграмм на youtube twitter я всегда везде рад тебя видеть все добро пока пока тебе